Мне недавно удалось побывать в Никитском ботаническом саду и узнать, какие же сейчас осенью, в холодное время года, оказывается, растут фрукты и как их правильно преподать. Давайте посмотрим в следующем сюжете. Кто сказал, что ноябрь в Крыму не туристический сезон? Несмотря на прохладную воду в Черном и Азовском, другое море, море осенних фруктов, привлекает на полуостров путешественников. Людмила Аксенова встречает гурманов в Никитском ботаническом саду уже более 15 лет. О том, как правильно подать на стол дары природы, знает все. Советует дегустировать от соленого к сладкому. Крымские оливки, пусть не такие крупные, как средиземноморские, но имеют более выраженный ореховый вкус. Скажите, а есть разница между оливкой и мыслей? Нет, это разделение только присутствует в нашей стране, потому что так как-то исторически сложилось. А вообще это олива европейская. Зеленый плод – это плод недозревший, скажем так. Если зеленый плод с растения не снимать, то рано или поздно он так или иначе почернеет, дозреет и станет черным. Мал золотник да дорог. Для консервации этих маслин не используется цитрат железа, которым окрашивают низкокачественную импортную продукцию в черный цвет. Однако крымское оливководство пока не масштабное. Чего нельзя сказать о фруктах. Яблоки, инжир, айва есть в каждом дворе. Несмотря на большой ассортимент, для консервации сладкого урожая используются два основных способа. Варка с сахаром. Так получаются джемы и варенье. Но сама Людмила предпочитает более диетическую обработку. Излишек с сахаром может навредить фигуре. Сушка сохраняет больше полезности. Поэтому я сушу и инжир, сушу и зизифус. Он великолепен в сушке. Его можно использовать как сушеный шиповник, заваривая в термосе и употребляя уже отвар. Хурма великолепна в сушке. Октябрь-ноябрь – самое время собирать урожай экзотических фруктов. Некоторые культуры максимальное количество сахаров набирают с первыми морозами. Еще одним украшением крымской осени, конечно, является хурма. В данном случае это хурма кавказская. Плоды у нее не крупные, но очень и очень сладкие. Кстати говоря, дерево довольно зимостойко. И в некоторых случаях может зимовать даже в Симферополе. Но далеко не все экзоты могут произрастать в условиях умеренного климата. Инжир и гранаты в холодные зимы вымерзают без укрытия. Другие растения зимуют только в теплицах и оранжереях. Я нахожусь в святая святых Никитского ботанического сада – роща фейхуа. Фейхуа – это субтропическое растение, которое не выдерживает морозы ниже 11 градусов. Поэтому южный берег Крыма – это идеальные условия, где может произрастать эта культура. Вот так выглядит плод фейхуа. На вкус он совершенно экстравагантен, и каждый найдет в этой ягоде что-то свое. Похоже на ананас и землянику. Большая часть этого диковинного фрукта попадает на наши прилавки из Грузии и Азербайджана. Но в планах Никитского ботанического сада популяризировать фейхуа у местных садоводов. Вот такие субтропические дары южной осени собрала наша съемочная команда на южном берегу Крыма. Наш полуостров прекрасен в любое время года. Александр Ткачев, Алексей Семенов, Игорь Сюткин. Утро нового дня.